В этом видео я хочу рассказать о растении удивительной красоты, которое многие мечтают иметь в своем саду. Его популярность в ландшафтном дизайне с каждым годом набирает стремительный рост. Пройти мимо него в период цветения просто невозможно. Каждый цветок этого дерева или кустарника словно уникальное произведение искусства, которое хочется рассматривать часами. Речь идет о восхитительной магнолии. Удивительно, но это древнейшее растение произрастало еще в эпоху динозавров. Учеными был найден окаменелый цветок магнолий возрастом около 95 миллионов лет. Некоторые виды этого дерева в природе достигают высоты более 20 метров. Считается, что магнолия не стареет, а с годами ее цветение становится только обильней. На сегодня уже выведено множество декоративных сортов и гибридов этой красивейшей культуры, которые отличаются не только своей формой и окраской цветов, но и выносливостью к морозам, а также размерами. Для частного садоводства вполне можно подобрать невысокие гибриды, которые украсят даже маленький сад. Их вид скорее напоминает высокорослый кустарник. Есть и более компактные разновидности для выращивания в катках. Цветение магнолий не может не восхищать. Ее первые цветы и бутоны появляются на ветках еще до роста листвы. В это время сад преображается и начинаешь осознавать приход настоящей теплой весны. Магнолии зацветают одни из самых первых. Но есть сорта, которые цветут летом и даже повторно в августе или в начале осени. Эффектные крупные цветы с красивыми восковыми лепестками белого, сиреневого, кремового, зеленоватого, розового или пурпурного цвета расположены на ветках поодиночной. Их диаметр в зависимости от вида и сорта может достигать 35 см. Кроме того, раскидистая крона магнолии с ее неподражаемой графичностью ветвей очень красиво выделяется в ландшафте сада. Многие по незнанию считают магнолию капризной выращиванием. Но это далеко не так. Данное растение, дожившее до наших дней со времен динозавров, отличается хорошей адаптацией к изменениям климата и разным условиям произрастания. Однако, если вы захотите посадить на своем участке магнолию, подберите подходящий сорт для вашей климатической зоны. Самым зимостойким считается вид магнолии заостренный. Также выносливые магнолии трехлепестная и звездчатая. Последняя выдерживает морозы до минус 35 градусов. В садах с холодным климатом еще прижилась магнолия Суланджа. Она выдерживает понижение температур до минус 25-27 градусов. Не менее стойкая к холодам магнолия Кобус с довольно крупными ароматными цветами белого цвета и магнолия Зибальда. Очень красивые, крупные, с пряным запахом цветы, у видов магнолия белоцветной и крупноцветковой. Приобретать лучше всего акклиматизированные саженцы местных питомников. Покупайте растения только с закрытой корневой системой. Посадочную яму необходимо подготовить заранее. Для посадки выберите хорошо освещенный, но защищенный от ветров участок. Имейте в виду, что пересадка уже подросшей магнолии может стать неудачной. Поэтому выбирайте сразу конкретное и постоянное место, чтобы не травмировать корни растения. Данная культура предпочитает рыхлый и питательный грунт, нейтральной или слабокислой реакции. А вот песчаная и бедная земля, засоленная или известковая, магнолиям не подходит. По мнению профессиональных садоводов, магнолию лучше высаживать осенью. Также имейте в виду, что нельзя заглублять в почву корневую шейку растения. После посадки саженец потребуется своевременно поливать. Это очень важно для его хорошего укоренения. Если ваш сад в холодном климате, в первую пару лет магнолию придется на зиму укрывать. По окончанию цветения можно провести санитарную обрезку, удаляя поврежденные или больные ветви. Хотя данная культура отличается своей редкой выносливостью к болезням и вредителям. Перекорм растения, так же как и недостаток питательных веществ, со временем может негативно сказаться на росте саженца. А появление желтизны на листьях обычно свидетельствует о хлорозе. В этом случае проверьте кислотность почвы. В щелочной грунт потребуется внести подкислители в виде хвои, кислого торфа или применять поливы раствором препарата хилат железа. Магнолия отличается не только своей высокой декоративностью. Ее ароматные цветы, листва, плоды и даже кора содержат полезные эфирные масла. Данное растение используют как отличный антисептик при расстройствах желудочно-кишечного тракта, ревматизме, гипертонии и прочих проблемах, связанных со здоровьем. Размножить магнолию можно разными способами, например, черенкованием, методом пригибания и укоренения нижних боковых ветвей и семенами. В последнем случае будьте готовы к тому, что ваши сеянцы зацветут не скоро. Также нет вероятности, что они унаследуют все декоративные качества материнского растения. Созревшие семена для посева собирают в сентябре. Перед посадкой их необходимо стратифицировать. Гораздо проще размножить магнолию черенками. Веточки нарезают до или после цветения. Старые и толстые побеги для этого не подходят. Считается, что лучше всего укореняются черенки, взятые от молодых растений. Еще проще метод размножения отводками, хотя он подойдет только для магнолий кустовой формы. Мнение, что выращивать эту красивую культуру можно только в садах с мягким климатом, является ошибочным. Магнолия не только удивляет своей красотой, но и выносливостью. А многие профессиональные садоводы считают ее совершенно неприхотливой. Главное подобрать соответствующий сорт, правильно его посадить и ухаживать за саженцем в первые пару лет, пока он не окрепнет. Поделитесь и вы своим мнением о магнолии. Возможно, в вашем саду уже есть это потрясающие красоты дерева. Не забывайте также подписываться на наш канал и нажимать на колокольчик, чтобы в будущем не пропускать выход новых роликов. А если вам это видео было полезным, не забудьте, пожалуйста, поставить лайк. И до новых встреч на нашем канале! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok